Необходимая страховка на всякий пожарный случай. Сотрудники МЧС социальных служб проверяют состояние электронных извещателей, установленных за счет государства в домах, где проживают многодетные семьи. О контроле и реализации специальной программы. Алена Шот. Звук специфичный, зато его ни с чем не спутаешь. Датчик в случае чего объявит тревогу. Исправность приборов контролируется. На выезды к семьям регулярно отправляются инспекторы пожарного надзора и представители социальных служб. Заодно и правила безопасности напомнят. Чтобы рядом с печкой ничего горючего не было, чтобы рядом ни дров не было. То есть на безопасное состояние метра два убрать. Будет сделано. Сейчас снаружи еще посмотрим. Екатерина Елина в 2018 году уже переживала несчастье. Прежний дом сгорел. Сейчас в процессе стройки новый. Поэтому на установку извещателям многодетная мама согласилась без раздумий. И теперь прибор реагирует на малейший дымок. Не раздражает. Все хорошо, все устраивает. Засигналили. С пожарной мне позвонили, спросили. Все нормально? Я говорю, все нормально. Если я не успеваю позвонить им, они мне сами звонят, как бы спрашивают. Ну а если я не отвечаю, то они уже приезжают, конечно. Более тысячи пожаров произошло в прошлом году в автономии, говорит статистика МЧС. 22 человека пострадали. 15 спастись от огня и дыма не удалось. Пламя не жалеет никого. Без крыши над головой оставались и многодетные семьи. Проект «Тепло» призван эту вероятность сократить. С 2016 года его реализацией занимается областной департамент социальной защиты населения. В ЕО обладателями устройств стали более 250 семей. Услуга за даром, да и установка простая, без прокладки специальных линий. Дополнительное оборудование тоже не требуется. Устройство состоит из двух модулей. В одном из них сим-карта. При появлении дыма или огня сигнал тут же отправляется пожарным и на гаджеты родственникам. В приоритете, конечно, установка в многодетных семьях, в которых воспитывается три и более детей. Безусловно, в первую очередь мы ставим датчики в частном секторе, плюс в домах барачного типа. Пока установка извещателей – дело добровольное и по инициативе. Но с 1 марта мера станет обязательной по постановлению правительства страны. Это касается многодетных, а также семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Примеров, когда умный прибор помог избежать печальных последствий, становится все больше. Произошло возгорание в частном жилом доме в ночное время. На место пожара выехали пожарные подразделения. И благодаря своевременному обнаружению не было допущено развитие пожара. И он был локализован в начальной стадии. Имущество практически и жилой дом не пострадали. В этом году в регион закупят еще 60 устройств. На них потратят без малого миллион рублей. С их помощью семьи, в которых воспитываются около 200 детей, будут под защитой. Алена Шот, Сергей Голубев, Вести Биробиджан.